Девушки отдыхают А ведь сколько хлеба на нее идет Утром кусок, в обед краюшка, вечером горбушка Сколько это в год выйдет Ну-ка, сосчитай-ка Ей практически не было равных на театральной сцене Позже она стала блистать в кино Задорная, веселая, жизнелюбивая Ольга Викланд Олицетворяла собой образ Мирандолины Из фильма «Хозяйка гостиницы» И совершенно не была похожа ни на злую мачеху Из «Сказки 12 месяцев», ни на Таманшу Из «Снежной королевы» Актриса дважды была замужем За своим педагогом Василием Ваниным И коллегой Михаилом Названовым Вместе с которыми Ольга Викланд Десятилетиями жила под одной крышей И делила одну кровать Но в 1995 году яркая и талантливая Ольга Викланд Решила тихо уйти из жизни Отказавшись от еды и воды Сведений о детстве Ольги немного Она родилась в 1911 году В семье Латыша Артура Антоновича Викланта и его жены Глафира Ивановна Сначала супруги жили вполне состоятельно Глава семьи был неплохим предпринимателем Строил и продавал дачи под Москвой А потом открыл небольшой строительный магазин Но все изменилось после начала революции В 1917 году Артур Антонович бежал из страны Бросив семью И Глафире Ивановне пришлось самостоятельно Воспитывать двоих дочерей Жизнь была тяжелой И только дача в Подмосковье Оставшаяся от отца Помогла семье пережить послереволюционный период Но у Оли была мечта Она хотела стать актрисой И в 1932 году поступила в театральный техникум Педагогом юный Викланд Стал известный режиссер и актер Василий Ванин Под его руководством Она уже во время учебы Начала выходить на подмостки Отношения между актрисой и режиссером Быстро переросли в личные А вскоре, несмотря на 14-летнюю разницу В возрасте, пара поженилась После окончания техникума Ольга поступила на службу в театр именем и совета Отношения между супругами были непростыми Василий безумно любил жену И считал ее своей музой Но был увлекающимся и темпераментным мужчиной Он не упускал случая завести роман на стороне Тем более, что поклонниц у талантливого режиссера хватало Ольга пыталась повлиять на ситуацию Но все было тщетно Тогда актриса решила посвятить себя самой главной страсти в жизни – театру Викланд была талантливой и разносторонней актрисой Она могла сыграть любую роль и особенно запомнила зрителям в спектаклях «Женитьба Бальзаминова», «Васса Железнова», «Свадьба Креченского» и «Отелла» Коллеги уважали, но слегка побаивались Ольгу Поведение актрисы можно охарактеризовать словами ее героини в фильме «Снежная королева», не возражать А то уволю из Шайки по собственному желанию Она отлично справлялась с закулисными войнами, которые всегда сопровождают театральную карьеру Викланд брала под опеку молодых, талантливых коллег, но относилась к ним строго, а все замечания высказывала прямо в лицо После начала Второй мировой войны театр эвакуировали в город Чимкент в Казахстане Там к труппе присоединился Михаил Названов, молодой актер с непростой судьбой В 1935 году, по доносу коллеги, он попал в сталинские лагеря, отсидел пять лет и выжил исключительно благодаря таланту При лагере был создан театр, где Названов принимал участие Он увидел Ольгу на сцене в пьесе «Трактирщица» и тут же заинтересовался ею Сначала актеры дружили, но потом дружба переросла в любовь Михаил называл возлюбленную именем героини, в образе которой он увидел ее впервые, «Моя Мирандолина» В письмах матери он писал, что был поражен ее талантом Очаровательная кокетка Мирандолина, решительная надежда дурова, обворожительная мальва Ведь это была Ольга Викланд, ведущая актриса театра Рассказывал он Названову очень нравилась постановка «Трактирщица» с Викланд в главной роли, однако Ольга играла ее во втором составе В первом же блистала жена режиссера Вера Морецкая, которую не зря называли хозяйкой театра Тогда Михаил пообещал возлюбленной, что поставит спектакль по «Трактирщице», где отведет ей ключевую роль Спустя 14 лет он действительно выполнил свое обещание Через некоторое время Ольга объявила Ванину, что уходит от него Это был непростой шаг, на который могла решиться только влюбленная женщина Отсидевший в лагерях Названов был неблагонадежным, тогда как жизнь с мужем казалась покойной и налаженной Сложности начались после того, как Викланд вернулась в Москву Михаилу, как бывшему заключенному, въезд в столицу был запрещен, поэтому влюбленные вынуждены были жить порознь Они регулярно писали друг другу письма Разлука наша, явление досадное, но вынужденное Мы нашли друг друга в страшное и бесчеловечное время Мы оба талантливы и служим любимому искусству Нас обошла война своими ужасами, разорением, нуждой Мы умные, молодые и энергичные У нас есть такой клад, как взаимная, глубокая и страстная любовь У нас впереди актерские, человеческие, мужские и женские радости Вот отрывок из одного такого письма В 1944 году Названов все же сумел вернуться в Москву Но воссоединение омрачал квартирный вопрос Ольге и Михаилу было негде жить, они ютились по съемным углам, а иногда ночевали прямо в театре А также гонораров не хватало на базовые потребности Еду, средства гигиены, одежду и прочее Тогда над парой сжалился бывший муж актрисы Василий Ванин Он выделил влюбленным комнату в своей квартире По некоторым данным, они даже какое-то время все вместе делили одну кровать Потому что поначалу и на нее у них не было денег Однако спальное место было не главной проблемой в их любовном треугольнике Куда страшнее были драки, которые из раза в раз устраивали Михаил Названов с Василием Ванином Они ведь оба любили Ольгу и конфликтовали из-за ревности Как раз в тот период бывший муж стал помогать актрисе с поиском ролей в кино Именно благодаря его усилиям она попала в фильмы «Без вины виноватые», «Садко» и «Счастливый рейс» Интересно то, что Названов и Ванин враждовали недолго, около полутора лет, а потом стали лучшими друзьями А когда Ванину предложили возглавить театр имени Пушкина, Ольга и Михаил ушли работать к нему Они вместе сидели на кухне днями напролет, обсуждали кино, постановки и придумывали идеи для собственных спектаклей Ольга Вланд готовила для них вкусные блюда и тоже поддерживала общение Их совместная жизнь, может, и была странной, но зато счастливая Жаль только, что счастье длилось недолго В 1951 году, в возрасте 53 лет, из-за онкологии не стала Василия Ванина, бывшего мужа Ольги Викланд Когда он проходил лечение в больнице, лечащие врачи сказали, что жить ему осталось недолго, и он решил переписать свою квартиру на актрису и ее супруга Викланд тяжело далась его потеря, но куда больнее ей было в 1964 году, когда из жизни ушел и второй ее муж Она перестала улыбаться, избегала общения с коллегами, но продолжала работать Вернуться к нормальной жизни ей помогли сестра и племянники, которые переехали к ней Нужно отметить, что к племянникам актриса относилась, как к своим детям Они были для нее самыми близкими и дорогими людьми, вплоть до конца жизни А вот собственных детей она родить не смогла, да и замуж больше не выходила Большую часть времени актриса посвящала работе, снималась, например, в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Снежная королева» и «12 месяцев» В театре дела обстояли хуже Из-за смены руководства ей стали давать крошечные роли, а в 90-е ее уволили и вместо нее взяли молодую актрису Вслед за увольнением Ольга Викланд поскользнулась на льду и получила травму бедра Самостоятельно передвигаться она больше не могла Проходя лечение в больнице, актриса написала сестре письмо, сказала, что не хочет быть для нее и племянников обузой Она жестоким образом решила наложить на себя руки, отказывалась от воды и еды до тех пор, пока ее не стало Ольга Викланд ушла из жизни в возрасте 83 лет, в 1995 году Ее похоронили рядом с Василием Ваниным и Михаилом Названовым на Новодевичьем кладбище Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok